по поводу патента на мотор-колесо для инвалидной коляски. Этот патент был подан от компании Asprond. Базовые патенты принадлежат компании АСПП на сегодняшний день. Владельцем является. Компания АСПП является учредителем компании Sowellmash. На Sowellmash подано две заявки на патенты и Sowellmash будет являться владельцем этих патентов. Это только первая ласточка. И дальше эта работа будет продолжаться. Патентов будут очень много. Поэтому говорить об одном патенте, ну, наверное, неправильно. И вы должны понимать, что это неправильно. Там будет много патентов. Вы сделаете сайт, вкладку, часто задавая вопросы, вы направляете людей туда, чтобы не опекаться на это постоянно. Ну, вы знаете, есть выкладки. Дело, но все равно каждый раз как будто бы вот, ну, вылетает. А, ого, где, где, что? Как вот знаменитый фильм советский был. Что случилось? Что происходит? Где свидетель? Я свидетель. Что случилось? Кто свидетель? Я свидетель. А что случилось? А ты что видел? Нет, не видел, но мне интересно. Вот. Вот и все. Так, когда у нас происходит, это будет происходить постоянно. Но терпения у нас у всех достаточно. Привыкаем. Будем отвечать. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Я консультировался с нескольких банков по поводу гарантий для Sowellmash. Прошу связаться со мной по скайпу после этого вебинара. Вадим Петровский. Хорошо. Свяжусь. Но вы знаете, дело в том, что, честно говоря, вот все эти банковские гарантии, да, вот сюда. Ух. Вадим Петровский, тут вас очень много посмотрел. Очень много. Поэтому укажите, пожалуйста, поточнее, где вы находитесь. Легион, и тогда свяжемся с вами в скайпе рассудим. Ну, смотрите. Вопрос в том, что банковская система вообще создана для того, чтобы паразитировать на людях. У меня уже, наверное, привыкли. Знаете, что я люблю анекдоты на эту тему. Вообще по всем этим темам. Потому что анекдоты – это суть отражения людей, общества на процессы социальные. И они остро подмечают всевозможнейшие такие вот острые моменты и дают им оценку. Ну, вот. Всем здравствуйте! С вами Евгений Дуянов. Сегодня 16 октября 2017 года. И у нас очередной ролик про новости компании «Савалмаш» и «АЭС ЭПП». Сегодня получили электронную нагрузку «АКИП» 1381-2. Рассчитанную на 120 Вольт до 240 Ампер. Данное устройство крайне необходимое для отладки контроллеров, различных датчиков. Поэтому работы по контроллеру сейчас у нас, думаю, значительно ускорятся. Помимо этого получили источник питания «АКИП» 1142-2, имеющий два канала по 30 Вольт до 6 Ампер и 5 Вольтовый канал до 3 Ампер. Который также необходим для настройки и отладки контроллеров. Также на днях из Германии вернулся скутер «Юрбис Грейс» с нашим мотор-колесом. Данный скутер выведен из строя. У него вышла из строя батарейка и, возможно, поврежден мотор. Будем с ним разбираться и восстанавливать его. Также сегодня поднимем наверх электробайк «Дензель Спарта». С него демонтируем мотор-колесо «Мэджик Пай» вместе со всей его силовой частью, с контроллером, с батарейкой. И займемся установкой на него уже нашего мотор-колеса. А мотор «Мэджик Пай 2» переставим на велосипед, на первое тестовое шасси, которое такое достаточно ошанистое, какого-то китайского производства от фирмы «Бачини». Для того, чтобы можно было на нем тоже ездить. Вот такие новости на сегодняшний день. Продолжение следует...